В Ненецком округе расширяются возможности льготной ипотеки. Согласно поправкам в окружном законодательстве, с 1 июня возраст домов, в которых можно приобрести квартиру, в рамках однопроцентной ипотеки увеличен с 25 до 35 лет. Кроме того, из перечня домов, которые могут участвовать в программе, исключены деревянные строения. Решение об исключении деревяшек было принято в связи с тем, что банки не одобряют покупку такого жилья в рамках реализации ипотечной программы. Большое событие для Павла и Анны Коняевых. Они ставят свои подписи в договоре ипотечного кредитования. Заявку со всеми необходимыми документами подали в конце 2017-го. И вот спустя полгода получили собственное жилье. Признаются, несмотря на не самый обширный выбор, поиск квартиры не занял много времени. Остановились на трехкомнатной так называемом бутерброде. Приняли документы у нас быстро. С нами работали профессионалы. Все всегда объяснили, нам все было доступно и понятно. Единственное, мы ждали долгого подтверждения. Одобрили аптеку или не одобрили. Ждали мы примерно три месяца. А потом уже пошел весь процесс. Вариантов, конечно, на рынке не очень много было, которые нам подходили. Поэтому, наверное, где-то месяц походили, посмотрели. Нам повезло. Нам повезло, да. Мы как зашли в эту квартиру, все, сразу захотели. Программу льготной ипотеки в Няньском округе запустили в ноябре 2015-го. Правда, в начале кредит выдавали под 5%. И уже в 2017-м условия получения жилья значительно улучшили, снизив процентную ставку до минимального показателя. Программа сразу стала пользоваться большой популярностью среди местных жителей. Причем со временем спрос на кредиты ничуть не уменьшился. Практически каждый месяц у нас порядка 100 заявок в работе находятся. Если смотреть по тому, что с октября 2017-го года внесены изменения вторичных рынок жилья, то есть практически за 8 месяцев мы выдали 80 кредитов. То есть это по статистике 13 кредитов в месяц. То есть это достаточно хорошие результаты. И жители округа, я думаю, что заинтересованы в том, чтобы данная программа существовала. Более того, в ближайшее время заявок на участие в программе должно стать еще больше. С 1 июня возможности льготной ипотеки на территории региона расширятся. Возраст домов, в которых можно будет приобретать квартиру в рамках 1-процентной ипотеки, увеличен с 25 до 35 лет. Кроме того, по инициативе окружных властей, теперь жилье можно купить в строении любого типа, за исключением деревянных. Еще одна приятная новость для окружных семей. Сейчас в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. То есть, если сейчас учитывать, что первоначальный взнос на второго ребенка это где-то порядка 453 тысячи рублей, это средства федерального бюджета. А материнский капитал на третьего ребенка составляет порядка 360 тысяч рублей, то используя эти средства, можно реально купить квартиру без наличия собственных средств, по сути. По-прежнему Московский индустриальный банк остается единственным партнером администрации региона в реализации этого ипотечного проекта. Всего на данный момент в округе в рамках программы выдано 124 кредита. Более 100 заявок сейчас находятся на рассмотрении. По 9 из них идет процесс регистрации купли-продажи в многофункциональных центрах. Порядка 30 заявок находятся на первом этапе проверки платежеспособности клиента. Ну а по 64 обращениям уже принято положительное решение.